Пусть f квадратичная форма ненулевого определителя, это простое число, тогда для количества решений и сравнения, f от x1 и так далее, xn, сравнимо с нулем по модулю p, есть замечательная формула. Если n число нечетное, то количество решений, в том числе и когда все x равны нулю, это p в степени n-1. Если же n четное, то более сложная штука. p в степени n-1 плюс p-1 умножить на символ жанра из минус 1 в степени n пополам умножить на d по p умножить на p в степени n пополам минус 1. Для того, чтобы немножко свыкнуться с этой формулой, давайте посмотрим самые простые случаи. если у нас n равно единице, тогда квадратичная форма это просто-напросто d умножить на x квадрат. Ну и, соответственно, решение единственное, а это и есть p в степени 1-1. Если n равно двойке, то, поскольку любую квадратичную форму с ненавимым определителем можно привести к диагональному виду, она вот так вот записывается. x квадрат плюс dy квадрат сравнимо с нулем. При этом d не делится на p. И давайте поймем, почему количество решений в таком случае вычисляется вот по такой формуле. Ну и, собственно говоря, поймем, как связана эта формула с этой. Ну, сначала смотрите, что такое единица? Это когда x равно y равно нулю. Такое решение, конечно, есть. Если же x не ноль или y не ноль, то и другая переменная тоже не ноль. И сравнение приобретает вид x квадрат сравнимо с минус d квадрат. Ну, если минус d по p это минус единица, то смотрите, что тогда будет. Здесь у нас будет ноль. И решение единственное. И это соответствует тому, что действительно нетривиальных решений, но такого сравнения нет, если минус d не является квадрат. Если же наоборот, минус d по p равняется плюс единица, то у нас есть какое-то нетривиальное решение, то есть минус d это какой-то квадрат. И сравнение приобретает вид. x квадрат сравнимо с а квадрат у квадрат. Ну, то есть, что это такое? Мы можем любое ненулевое число подставлять вместо y, то есть от единицы до p минус 1 подставлять вместо y. И каждый раз x это будет или ау, или минус ау. Ну, соответственно, вот этот вот символ крайней единицы, 1 плюс 1 это 2, и как раз получается 2 умножить на p минус 1 в ряду. Так что эту формулу мы поняли. Теперь вот эта вот формула, собственно говоря, утверждает то же самое и линей. Значит, n у нас равняется 2, и получаем следующее слагаемое. Здесь у нас слагаемое p, здесь получается символ минус d по p, плюс p минус 1 умножить на символ минус d по p. Так, там 2 пополам минус 1 это 0, и утверждение состоит в том, что вот эти вот числа должны совпадать. Если вы напишите p как p минус 1 плюс 1, то плюс 1 пойдет сюда, и p минус 1 выявится за сколько получится. Значит, действительно, для единицы и двойки эта формула верна. Мы сейчас легко по индукции докажем ее для любого n, но сначала, поскольку индукция абсолютно, что-то это скучная и неинтересная, сначала посмотрим вещь поинтереснее. Выведем из этой формулы квадратичный закон взаимности. Для этого рассмотрим квадратичную форму, являющуюся суммой q квадратов, x1 квадрат, x2 квадрат, и так далее, x2t квадрат. И 1 квадрат, q плюс 1, возьмем с минусом. Разумеется, определитель этой квадратичной формы равен минус 1, потому что ее матрица это 1, 1, 1, и самая нижняя, правая, минус единица, минус единица, и мы должны, поскольку это форма от q плюс 1 переменной, просто подставить вот сюда, вместо n, q плюс 1. Ну, не проблема, подставим. Получилось p в степени q плюс p минус 1 умножить на, вот то, что здесь написано. Теперь давайте увидим, как это замечательным образом связано с выражением, которое возникает в квадратичном законе взаимности. Значит, смотрите. Во-первых, это количество решений. Давайте рассмотрим его по модулю q. q плюс 1 пополам минус 1. Это сразу превращается в p в степени q минус 1 пополам, а это сравнимо с символом p по q. Сравнение, разумеется, по модулю q. Это просто напросто критерий Эйлера вычисления символа лежатых. Значит, у нас здесь вот уже возник символ p по q. Хорошо. Что здесь? Здесь минус единица в степени q минус 1 пополам. То есть символ минус 1 по p возведенный в степень q минус 1 пополам. По первому дополнению к квадратичному закону взаимности это то же самое, что минус единица в степени p минус 1 пополам умножить на q минус 1 пополам. Мы уже видим, что здесь вот возникло как раз то самое произведение, которое есть в квадратичном законе взаимности. И если мы поймем, что на самом деле вот это выражение должно равняться символу q пополам, почему это равняется, то тогда квадратичный закон взаимности будет доказан. Замечательно. Напоминаю, мы уже перешли к сравнению по модулю q. Это количество всех решений сравнения. То есть обозначено количество всех решений. Так вот смотрите, если среди чисел x1, так 2, x2, не все равны, то мы можем переставлять по циклу, то есть вот они написаны x1, так 2, x2, потом напишем на месте x1 напишем x2, то x2, а x1 на месте x2. Итак, по кругу будем проворачивать и получим q вариантов. Так что все решения, когда эти вот x-ы не все совпадают, дают количество, делящееся на q. значит, если мы перешли к сравнению по модулю q, то на самом деле нас интересует такое сравнимо. q x1 квадрат сравнимо с x q плюс первое в квадрате. все остальные дают количество, делящееся на q. Минус единица в степени q плюс 1 деленное на 2 умножить на минус единица в скобках. Это две разные минус единицы? Смотрите, вот эта минус единица возбудится в степени, а эта не возбудится. Это же d, это определители этой квадратичной формы как раз минус 1. Значит, мы подставили, у нас есть формула, мы подставили вместо n q плюс 1, а вместо d подставили минус 1. А потом q плюс 1 пополам и еще плюс единица это то же самое, что q минус 1 пополам. Так? Почему? Ну, так жизнь устроена. Потому что минус единица в квадрате это единица. умножить на минус единицу это то же самое, что расстрелить на минус единицу. Понятно. Вот. У нас для такого сравнения известно, сколько решений. Вот здесь вот у нас это было написано, да? Напомню, что там форма x1 квадрат минус q x q плюс 1 квадрат. Значит, определитель d, который нас здесь интересует, это минус q. Значит, количество решений сравнимо по модулю на q с вот таким числом, где здесь стоит не минус d, а q по p. мы видим, если вспомним вот эту вот форму, помните, для вот такой квадратичной формы у нас было столько, или даже лучше вот так списать, p плюс p минус 1 умножить, да? d это минус q, соответственно, минус d это просто на встуку. Количество решений, сравнения, это самое число n. Смотрите, с чем сравнение. По вот этой вот формуле это есть p в степени q плюс p минус 1 умножить на вот такую сухую форму. А если вот мы перешли к форме двух переменных, потому что поняли, что когда x хоть где-то не равны первой, x1 и так далее и так далее, то тогда количество таких решений очевидно делится на q. То формула такая, или лучше такая. одно и то же число. Смотрите, здесь уже все очевидно. Ведь p в степени q сравнимо с p по модулю q. Это просто-напросто малая теория форма. p в степени q сравнимо с p по модулю q. А здесь в одном случае написано p минус 1 умножить на q по p, а в другом случае p минус 1 умножить на вот такой коэффициент. Так значит, они должны совпадать. А это и есть квадратичный закон заемности. Что теперь нужно для того, чтобы это доказательство уже стало действительно доказательством? Надо по индукции доказать формулу. Надо по индукции доказать формулу, причем, призывайте, мы базу уже сделали. Для единицы и для двойки мы уже все доказали. При этом мы помним, что квадратичная форма от трех и более переменных представляет ноль, а это означает, что нужно выделить из нее форму с матрицей ноль, одна, вторая, одна, вторая, ноль. То есть, проще говоря, произведение переменных х и у. Определитель о такой матрице равен минус одной четверти и, соответственно, индукцию мы будем, разумеется, вести от н к н плюс 2. Для единицы и двойки мы все знаем. Теперь смотрим, когда у нас есть квадратичная форма, имеющая следующий вид х умножить на у плюс g от z1 и так далее zn. При этом определитель всей этой формы равняется некой величине d. Определитель вот этой равен минус одной четверти. Соответственно, определитель этой формы это будет минус 4b. Замечательно. У нас есть сравнение. Нам интересно, сколько у этого сравнения решений. Смотрите, количество решений такого сравнения мы знаем. В одном случае p в минус первая, в другом случае более сложная формула, но мы его знаем. Давайте это количество обозначим буквой m. Как в таком случае получить количество решений такого сравнения? Очень просто. Если z1 и так далее zn это вот одно из m решений, то тогда здесь у нас стоит ноль и мы должны просто понять сколько же будет решений у сравнения x умножить на y сравним с нулем. Ну, смотрите, если x это ноль, то тогда p вариантов. Если x это не ноль, то придется брать в качестве y обязательно ноль. Поэтому надо просто-напросто взять вот так. p плюс p минус один. p решений это когда x равно нулю и еще по минус одного решения когда x не равно нулю тогда наоборот y равен нулю. Вот. Это если z удовлетворяют сравнение уже с одним с нулем. Если же не удовлетворяют а таких n-ок у нас разумеется p в степени n минус m штука то мы получаем сравнение x умножить на y сравним с каким-то ненулевым числом. Разумеется любому ненулевому x будет соответствовать одно единственное y и поэтому надо просто-напросто умножить это на p минус 1. Вот у нас получилась формула которая собственно и позволяет провести индукцию. Смотрите в первый случай предположим что число n к черному что в таком случае у нас есть m это p в степени n-1 так и пишем p в степени n-1 умножить на 2p-1 плюс p в степени n- p в степени n-1 умножить на p-1 давайте посмотрим что здесь что скажем вот видите минус p в степени n-1 умножить на p-1 а здесь p в степени n-2 умножить на 2p-1 давайте вот это вот зачеркнем и в таком случае из 2p-1 останется просто p ну и замечательно значит вот это вот превращается в p в степени n а здесь у нас будет p в степени n умножить на p-1 отлично это как раз и есть p в степени n-1 все у нас n увеличилось до n-2 а число превратилось число решения превратилось в p в степени n-1 ну поскольку вот эта вот формула что называется это демнее то сейчас конечно вычислять придется чуть дольше но принципиально разумеется никакой разницы нет и давайте это сделаем что мы должны фактически сделать мы должны вместо числа m вот сюда подставить такое длиннющее выражение не забыв что d у нас это на самом деле минус 4d ну кстати уже видно что скорее всего получится потому что смотрите ну 4 не при чем потому что это 2 в квадрате а минус как раз замечательно прореагировать с этим минусами даст нам минус 1 в степени n плюс 2 пополам но тем не менее давайте точно вычислим итак итак p в n минус 1 плюс p минус 1 умножить на минус 1 в степени n плюс 2 пополам умножить на d и по p это я уже сразу вместо d подставил минус 4d умножить на p в степени n пополам минус 1 так вот это я написал число m только смотрите можно я сразу учту что здесь m идет как p-1 и здесь вот это самое p-1 как раз уничтожится поэтому на самом деле нужно просто это умножить на p и собственно прямо сразу сделаю будет p в степени n и этот день будет p в степени n пополам вот значит с m мы собрались и плюс еще p в степени n плюс 1 минус p в степени n так отлично все это p в степени n и p в степени n исчезнет и мы как раз получаем p в степени n плюс 1 это ровно то что надо потому что n увеличилось надходку здесь получаем p в степени n пополам что это такое это p в степени n плюс 2 пополам минус 1 то есть как раз соответствует этому и здесь отлично по индукции все удастся Продолжение следует...